23 занятие по редактору Brackets и сейчас мы поставим еще тоже интересный достаточно плагин, легенький, урок будет коротенький, называется он CSS Fire. Так, давайте, так, не знаю, или я правильно прочитал Fire, потому что там не огонь, или огонь, я уже не помню, как он пишется, подождите. Вот, Fear, видите, в общем, давайте мы его установим и я вам покажу, что он делает. Так, установка, закрываем, теперь смотрите, достаточно интересная штука, например, давайте я создам, ну, просто произвольный код, так, div. что там, с определенным классом, давайте div.blog, потом в нем еще, например, один div.write, например, в нем давайте еще какой-нибудь тег PES, каким-нибудь классом текст, ну, вот, в принципе, этого нам хватит, видим, вот такая структура, в принципе, она не имеет разницы, то есть можно весь документ копировать, можно только какую-то часть кода, и, например, смотрите, мы вот эту штуку всю копируем, и теперь идем в файл CSS, то есть мы, как обычно, смотрим, добавляем потом классы соответствующие, так вот, с этим плагином мы копируем нужный нам код, вот с этими классами, и просто вставляем в наш CSS файл, и получаем вот такие вот уже готовые классы, в которых мы уже можем задавать свои собственные стили. То есть, видите, довольно-таки удобная штука, особенно, когда у вас готов уже, ну, много всяких классов, и чтобы вот это все не вводить вручную, просто скопировали, вставили, и получили готовый для работы результат.